В День Народного Единства православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что именно она помогала русским воинам в борьбе с наземными захватчиками в 1600-х годах. С нею войско Минина и Пожарского одержало все свои победы. Утро 4 ноября тысячи чебоксарцев и гостей столицы встретили в Веденском соборе за божественной литургией. После этого начался традиционный крестный ход, в котором приняли участие более тысячи человек. Идущие преодолели маршрут в 4 километра. Крестный ход завершился в церкви Рождества Христова, куда и была принесена икона Казанской Божьей Матери. Слава Богу, что Господь нам напоминает через скорби, через нашу жизнь, что мы без Бога ничего сделать не можем. Поэтому и мы, прославляя Божью Матерь, будем и ее просить, чтобы она никогда нас не оставляла своим покровом. Чтобы она нас никогда не оставляла своим покровительством и молитвами. Казанская икона Божьей Матери, одна из самых почитаемых святынь на Руси в самые трудные минуты и российской истории Казанской Божьей Матери обращалась. Чтобы она нас никогда не оставляла своим покровительством и молитвами. Казанской Божьей Матери обращается. Божьей Матери обращается. Божьей Матери в самой трудной милиции. Казанская икона Божьей Матери, одна из страновых минут и российской истории Казанской Божьей Матери обращается. Количество людей человеком чудесным образом появился в Алатаре, возле родника, и спустя года спасла город от эпидемии. Во время воздушного крестного хода делались остановки в Канашей Алатаре, чтобы люди могли приложиться к чудотворной иконе. Алена Алтухова, Елена Гальперина, Олег Якимов. Республика.